Для жителей Барнаула это случится в 17.04 по местному времени. Диск Солнца, который уже приблизится к горизонту, на несколько минут скроется за лунным диском. Причина – Земля, Луна и Солнце окажутся на одной линии. В реальности все, конечно, сложнее, но, если что называется, поиграть в богов, то и детские мячики сойдут. Тем более, что мы на Алтае увидим лишь частичное явление. Наш регион попадает в зону так называемой полутени. Светило закроется лишь на 23%. Если будут соответствующие условия атмосферные, то просто вот это затмение можно будет без специальных средств наблюдать, просто глазом. Мы увидим, что кусок Солнца просто будет отгрызаться. Будет хорошая погода или нет, пока не ясно. Неполная фаза сама по себе напоминает небольшую облачность. Хотя почувствовать на себе его влияние мы все же сможем. Астроном Александр Вольф говорит, что во время затмения люди, в основном метеочувствительные, ощущают себя иначе – это вполне научно обоснованное явление. Грубо говоря, на пару миллиметров артутного столба давление резко упало, температура упала. Через буквально несколько минут оно назад все вернулось, поднялось. Вот эти вот колебания резкие, они, конечно, будут влиять. Многие астрологи, в частности, считают 20 марта 15-го едва ли не мистическим днем. Вместе с затмением на него приходится весеннее равноденствие. Но это еще ладно, а вот так называемая суперлуния сегодня обсуждают многие. На самом деле все просто. Луна то удаляется, то приближается к нам довольно регулярно. Интереснее другое. Почему, если в среднем за один год на Земле происходит три затмения, то полным оно наблюдается то тут, то там? Снова играем в богов. Дело в том, что так же, как наши руки не могут описывать идеальные окружности, Земля и Луна движутся по более сложным орбитам, чем может показаться. Вот такой приблизительный танец получается. Земля вращается вокруг небольшой точечки и Луна по довольно большой орбите. Как следствие, тонкая полоска полной тени проходит по разным областям Земли. По Барнаулу она в прошлый раз проходила в 2008 году. В следующий такой случится уже в следующем столетии. Впрочем, жителям Барнаула и на этот век увлекательных небесных явлений хватит. Стоит лишь почаще обращать внимание свое на небо. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok